Привет, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бубнов. Мы продолжаем разбирать сейвы. Сегодня у нас сейв от Станислава Никитина, посвященный московскому Динамо. Но это, можно сказать, возрождение той идеи, которая у меня была в Бубнов Менеджере 2014 года, когда мы полностью русское Динамо делали. Но здесь тоже Динамо, составленная только из российских игроков и собственных воспитанников. Как вы видите, на дворе 1933 год. Динамо под руководством Никитина выигрывала чемпионат, вы можете сами посчитать, 11 раз. Да, 11 раз с 2020 по 1932 год. Практически постоянно становилась чемпионом. Но здесь за исключением 1921 года и 1923 года. Так они выигрывали каждый год. Кубок России тоже можете видеть, когда Динамо выигрывала. Далее Лига чемпионов, победа. И трижды команда была второй в этом мире. Победитель Суперкубка УЕФА, победитель Кубного чемпионата мира. В общем, такие солидные, солидные призы. Условия вы видите, что у Динамо наконец-то стадион в обзоре. Вы только можете это увидеть, пока у них не получается. Состояние стадиона хорошее. Но тут образцовая тренировочная база, великолепная база для подготовки. Отличная разница система поиска молодых игроков. И уровень тренировок юниоров тоже на высочайшем уровне. Что можно отметить? Станислав Никитин, Владимир Москвичев, наряду с Львом Яшиным. Москвичев стал легендой клуба. Отыграл за Динамо огромное число сезонов. Был продан за 9 миллионов в итоге в Мюнхен-Гладбах под старостью лет. Москвичев действительно из молодых игроков. Он один из лучших по развитию. Ну и здесь тоже разные тренеры, разные игроки. Вот Эдуард Льоргин, например, известный нам. Все еще здесь находится в Динамо. Но он уже возрастной. В основу не пробивается. Тут, в принципе, можно вот так вот посмотреть. И увидеть тех игроков, которые являются для Динамо чем-то большим, чем просто игроки. Ну вот Александр Губочкин, например, Реген. Сумасшедший воспитанник Динамо, родившийся в первом же сезоне. И как он сейчас выглядит. Вы все прекрасно видите. Нет редактора в этом сейве. Поэтому посмотреть потенциал и текущие способности не получается. Но, как вы понимаете, сейв получился долгим. Сейв получился достаточно интересным. Но у Динамо, при том, что команда регулярно в Лиге Чемпионов, при том, что итоговый баланс на вот такой вот, скажем, в минусе, я не понимаю, как это происходит. Потому что за Лигу Чемпионов там космические деньги даются. И при трансферном бюджете 68 миллионов, команда в итоговом балансе в минусе. Ну, и чтобы вы знали, да, я не люблю коррупционные дела в футболе, да, такие вот. И, конечно, когда я увидел отрицательный баланс, при том, что команда четыре раза играла в финале Лиги Чемпионов, я решил позвонить Стасу Никитину. Привет, Стас. Вот я хочу знать, ну как так возможно, что команда самый успешный клуб в истории российского футбола и минус 4 миллиона на балансе. Ну, что тут можно сказать? Я думаю, вся проблема кроется вообще в самой системе российского футбола. Во-первых, это... Это коррупционная система, да, где невозможно подразумевать. Чтоб ты знал. Ладно, что там... В первых, собственно, очень мало денег дает практически, ну там, копейки какие-то. Плюс тратились деньги, там, допустим, на постройку молодежной базы, там, понятно, на вот этот весь апгрейд внутренний. Ну и, конечно, зарплаты гигантские. Там, если ты, ну, как бы, видел, там у меня и по 300 тысяч зарплата есть в неделю. Ну, сам понимаешь, что это все... Понимаю, да. Ну, еще и Тина зажимает, да? Дает совсем мало. Доходы от ТВ там вообще копеечные. Посмотрите, там, с Англией или еще с какими-то этими. Хорошо, расскажи вообще, почему за Динамо ты решил начать? Вообще, изначально, из чего пошел весь сейф, я смотрел на Ютубе Мэдисона, и у него там был интересный челлендж. Он вот играл в 19-й серии за Динамо. По-моему, 4 лиги чемпиона взял, там, чуть ли не на отпуске, короче. Он изначально, как бы, сказал то, что за Динамо интересно играть, потому что у них фиговые финансы. Ну, как бы, я это сам на себе ощутил изначально, потому что там можно видеть то, что по трансферам в первом сезоне там у меня вообще ноль потрачено. Ну, молодежь, молодежь сильная, вот я посмотрел. Да, там, молодежь, получается, Динамо, у них в самом начале уже 4,5 звезды. А учитывая то, что молодежный рейтинг у России почти там как у Англии, то, естественно, это все трансформировалось в хороших регенов. Ну, и учитывая, что у Спартака тоже неплохая школа, у них тоже, как бы, ну, там, рождались, понятно, неплохие игроки. Ну, и про Динамо вот еще что скажу. Изначально делал сейф прям чисто воспитанниками. Я сначала хотел посмотреть, что вообще можно достичь Динамо, чисто учитывая их, ну, баланс. То есть, ну, я там почти никого не покупал. Ну, там, через два сезона я уже в Россию взял РФПЛ. Понятно, стало скучно, иностранцев я всех продал, начал играть только русскими. Потом я понял, что только русскими тоже, как бы, особой сложности нет. Я стал играть только воспитанниками именно своей академии. Ну, там будет видно потом. Да, ну, вот я заметил. Подожди, ты надо наушники надеть, чтобы ты понимал, да, потому что я сейчас слушаю. Я люблю свой божественный голос, конечно, да, и люблю его слушать и переслушивать все свои эфиры на Спорт.ФМ. Но не настолько, чтобы с продолжительностью в секунду, да. Вот. Но я бы хотел вот что узнать, почему, вот, зачем нужны были в первом сезоне Пуцко, например, Ромочка Павлюченко. Кстати, Пуцко 210 тысяч стоил, так что не совсем бесплатно. И вот этот Ксиско из Испании тоже пришел, Динамо. Вот эти трансферы, да, это на укрепление проблемных позиций, как я понимаю, да. Ну, там весь звонок идет далеко. В далекие страны, поэтому не слышно. Ну, вот. И все-таки, да, то есть ты усиливал первые сезоны проблемные позиции, да. Да, там, хотелось взять в защиту чисто российских игроков. Ну, потому что обычно так и получается, то, что у нас в России много центральных полузащитников, там, Крайков всяких, там, Набиулиных, там, Зотовых. Ну, там потом будет видно, что, кем я играл там. Вот. Ну, понятно, хотелось в нападение, как бы, иностранцев сильных. Ну, а защита, как бы, там. Ну, вот я вижу, что Владимир Москвичев стал легендой клуба, да, это игрок из молодежки. Насколько он помогал тебе в первые сезоны? Первые сезоны я уже сразу понял, то, что я его буду... Ну, он изначально опорник, я уже изначально понял, то, что я его буду на Край защиты переучивать. Вот. И практически с первого сезона он там уже у меня играл. Вот. То есть, ну, там сначала три матча отыграл, потом 14, и потом стал постоянным игроком основы. Он там в одном из сезонов отдал, по-моему, больше 35 голевых передач во всех матчах. Ну, это легенда клуба, не просто так, да? Вот. Но в сезоне вот 20-21 Аяз Гулиев пришел в команду. Вот расскажи мне, это было до того, как вот этот инцидент с ним произошел на дороге? Или после? Нет, это было до, конечно. Конечно, ты бы не взял бы, да, если бы... Да, да. Ну, он там, кстати, тоже за меня много довольно матчей провел. И сейчас, понимаешь, тренером у тебя стал, тренером, представляешь? Работа с молодежью 7, правильно он научить никого не может. Зато, слушай, интеллектуальная подготовка 10. Интеллектуал же, понимаешь? Он видит, что кто-то неправильно делает. Да, и сразу раз и вновь. Понимаешь, за то все сразу... Чему он вообще может научить, да? Ну да, но у него уровень дисциплины 17, представляешь? То есть это самый дисциплинированный игрок. Он же после Динамо в Италию поехал, да? Потом во Францию, в Европе культуру увидел, понимаешь, да? И потом пошел играть. Ну, я вот вижу, что в Академии Динамо рождались даже иностранные игроки, да? Такое было? Я специально так сделал. Я через руководство попросил клубы партнера. Ну, там видно, что Болгария, Румыния, Хорватия там. Ну, может, поэтому появлялись. Ну, в основном там, конечно, русские. Ну, вот один из лучших, Лукас Байгель, австриец, да? Он, как я понимаю из его карьеры, воспитанник Динамо. Да, да, вот он тоже точно пришел. Там вот с двойными гражданствами очень многие. Рене Верлинде, вот, например, да? Тоже, да, пришел. Тоже. Они помощи 4-1 сезона. А, нет, нет разных сезонов. Другое гражданство, россиянин тоже, да? И тоже динамовец, представляешь? И главное, они сборную России все не выбирают, несмотря на то, что играют в России. Все едут сразу к себе там. Нет, это вообще странно. Россия у меня в сейве довольно сильная. Она там два раза евро взяла. И типа они не хотят за них играть. Ну, потому что все-таки корни, наверное, у них зовут их на этот, на родину, да? Вот, но мне вот интересно, что в премьер-лиге в английской, да, там Блэкберн вернулся в зону Еврокубках. Вот такое вот бывает. Ну, тут в чемпионате России тоже весело. Хабаровский СКА, крылья Советов. Как у них вообще получается в элите российского футбола находиться? Лука Модрич, все понятно, тренер. А, да, да, он сначала был в Уфе был. В Уфе был сначала. И самое веселое, да, то, что у него капитан и вице-капитан казахи. Ты знаешь, Модричу, что надо было, чтобы возродить собакский футбол, понимаешь? Вернее, крыльям Советов. Назначить Модрича тренеров, а капитана и вице-капитана казахов сделать. Все. Можно лигу чемпионов брать. Воспитанник Павлодарского Иртыша один. Второй. А второй ФТС Иртыш. Я даже не знаю, что такое ФТС. Это вратарь при чем? Казахский. Вот это вот, я понимаю, крылья Советов. И в Российской премьер-лиге, если смотреть историю прошлых победителей, да, то как-то вот Ростов, Спартакса, СК, Краснодар, ну, то есть, лидеры какие были, такие и остались. Только Зенит, по-моему, немножко ослаб, да? СК тоже, кстати, оно там вообще выше десятого, по-моему, уже не поднимается. При том, что в Зените зарплаты огромные, то есть, деньги есть, но они почему-то проигрывают. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Ну, в Зените, мне кажется, там проблема в том, что у них нет нормальных российских игроков. Зато есть вот израильтянин, шалом, шалом. Ему голы забивают, центральный защитник, да, и говорят, ну, шалом. Вот так вот они играют. Джон Смит, это вообще какой-то, как Иван Иванов, который заполняет все документы. Вот в России Иван Иванов, там Иван Иванович все документы образец. А в Америке Джон Смит, и вот он приехал. Да, ну, тут, конечно, есть вот какой-то Дэнни Леонтьев. Это что, фанат Дейнери Старгариен или кто это такой? Он не двойной, может? Нет, не двойной, а россиянин. Посмотрите, вот такой вот родился. А фаворит у него Юра Газинский, который вообще нигде не работает. И как он фаворитом стал, непонятно, он без дела сидит. Вот, и, конечно, сейв получился очень смешной. Ну, вот в плане происходящих событий, да. Вот Динамо в последней игре Нижний Новгород разнесло 8-0. Тебе интересно вообще в России играть сейчас против тех соперников, которые есть? В России, конечно, интересно, потому что там, во-первых, есть и Спартак, как бы сильный довольно. Вот, ну и плюс вот эти всякие новички и премьер-лиги, как СКА Хабаровск, там, Крылья. Интересно играть, то, что в плане новые команды появляются, то есть там КАМАЗ, вон ФНЛ, там уже тоже. И теряется интерес к сейву за счет того, что собственные воспитанники, ты смотришь, как они развиваются. Ну да, вот интересные тренерские назначения. Спартак тренирует Ван Бронхорст, привет Геннадию Сергеевичу Орлову, хорошо, что не Зенит. Жубал тренирует Тамбов, Уфу тренирует... Да, кстати, мой игрок, по-моему. Томаш Кадо, Мигель Кардоза тренирует Ахмат. Писькусик какой-то тренирует Авангард. Вот, может, я неправильно читаю. Ивайла Чучиев, тренер ЦСКА. Ну, моды, Крылья Советов, это вообще для меня откровение. Раджана Ингалан, тренер Ростова, это тоже, что происходит, кошмар. Живой тренер был большой. Ну, тут, в принципе, остальные клубы. Томас Делейни тренирует в Скахабаровск. Он, наверное, когда приехал в Скахабаровск первый раз, он думает, куда я попал, елки-палки. Там же Путина не близкий, это ему, как говорится, не Европа, да? Хорошо, теперь по тактике. У тебя такая система с двумя нападающими, атакующим полузащитником под ними, потом двумя фланговыми плеймейкерами, два секунда валанта и созидательные защитники. То есть, что это, идеальная схема или она имеет свои минусы? Ну, вообще, стоит начать с того, что я почему-то не пришел, потому что у меня крайних защитников вообще нет нормальных в клубе. Вот, Москвичев уже там сдулся, у него там скорости нет. В общем, пришел к такому решению, что надо делать схему с тремя защитниками центральными. Вот, опять же, кэф нету, которые, ну, то есть, как латерали. Ставить двух, именно уже фланговых. Ну, да, да, валанта, они за счет того, что они с одной стороны, но и с другой стороны они как бы помогают и вторым темпом атаку развивать. Поэтому было решено двоих их поставить, тем более они хорошо взаимодействуют, там и поддержка атака. Вот, ну, а нападение, чисто методом проб и ошибок пришел к такому. Ну, а вот, получается, что игроки вот эти вот, особенно нападения, у них там по четыре с половиной, по четыре звезды. Вот, Труфанов, например, Василий, Васенька, в самом расцвете лет это воспитанник Динамо. Игрок, ну, наверное, не знаю, там золотые мечи никто не получал из команды. Золотые мечи, ну, по-моему, получали, но я сейчас... Золотой мяч, бутсу точно никто не получал, а вот золотой мяч, по-моему, получали. Но я сейчас так уже не вспомню. Ну, я сейчас сам посмотрю тогда, потому что если кто-то и получал, то это вот Васенька Труфанов, потому что игрок потрясающий. Сейчас я вот смотрю, ну, он лучший молодой игрок там выигрывал. А вот этот сейчас я посмотрю. Ну, нет, нет, тут Мбаппе еще получает, Пеллегри, Мойзакин еще есть. И, кстати, они еще не такие старые, поэтому... Ну, вот здесь уже начинают получать регены, Маурицо, Тамай из Ливерпуля, да? Да, ладно, вернемся к трансферам, да, к трансферам. 68 миллионов на трансферы, да, остаток бюджета. В то же время у клуба на счету минус 4 миллиона. Вопрос, сколько почек надо продать президенту и правлению, чтобы обеспечить такой трансферный бюджет? Я просто уже там несколько сезонов вообще никого не покупал, поэтому там оно перекладывается на следующие сезоны. Да, ну вот я вижу, что уже с сезона там 26-27 трансферов становится все меньше и меньше, а если они есть, то это российские, да, в первую очередь их ракеи? Это все просто мои воспитанники, я их обратно возвращал. Ну, смотри, вот, получается, тратится на трансферы меньше, чем продается, да, но при этом не удается баланс этот привести в норму, потому что, ну вот, например, в сезоне 29-30 было продано игроков на 161 миллион. 161 миллион, а потрачено там, ну, миллионов 80, может быть. То есть 80 миллионов в плюсе должно быть, но у клуба на балансе этого нет. То есть кто-то прожирает, проедает, мне кажется, там все деньги в продлении. Вот нет такого подозрения? Даже не знаю, мне кажется, чисто зарплата все тратит, если честно. Вот сейчас я посмотрю все на президента. Александр Удальцов, вот может быть, вот этот Александр Удальцов там крутит, вертит, потому что вот есть у тебя, вот Алексей Смертин, да, вот к нему доверие есть, хорошо, профессионал. Кто такой? Леонид Куфтин, Денис Шаронов, это не Роман Шаронов, да, Евгений Акбаров, Василики, вот кто-то из них что-то там темнит, мне кажется, и деньги не дает. А вот мне интересно по спонсорам. Спонсоры как идут спонсировать Московское Динамо? Да, там в последние два сезона, во-первых, экипировка появился, спонсор. До этого без экипировки играли, одевались в спортпоказине. Да, вот, ну и титульный появился, а так, ну там вяло, конечно, там миллионов сто может максимум. Миллионов сто, да, ну, наверное, самый богатый у нас все равно Зенит, да? Кажется, да, да. Да, 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 вот, ну и планируешь ли ты этот сейв как-то дальше развивать, какие цели себе ставишь в продолжении, так скажем, этого сейва? Конечно, продолжать планирую, ну, по крайней мере, пока вот регены, где-то, которым сейчас 26-27 карьеру не завершат, я думаю, еще сезонов 10 можно проиграть, вот. Ну и я хотел вообще возглавить сборную России, но судя по тому, что у них очень хорошие результаты, этого мне не удастся в ближайшее время, только если там фонсека этот не уволится уже сам. Слушай, ну, вот по регенам, да, ты замечаешь, какие позиции, хуже всего приходят, вот, по всей стране, да? Мне кажется, что вот большие проблемы с крайними защитниками, которые в атаке вообще импотенты полнейшие, потому что у них там есть какие-то вот опеки, отборы, да, дриблинга, там, удара какого-то нет, а если даже есть, то они какие-то нескоростные, вот, что-то такое, да? Достаточно просто сборную посмотреть, там у нас вообще играет Карасев, вот, крайний защитник, у него вообще ничего нет, но при этом у него 96 игр за сборную, хотя он вообще как игрок, ну, вообще ничего. Я думаю, что сейчас, да, сейчас, так же можно сказать про многих игроков сборной России, чтобы вот столько игр за сборную, ну, ничего себе не представляю. Карасев причем на 8,7 играет, и, между прочим, играет не абы где, а в Хуеске, вот, это большое, он 127 игр за Хуеску сыграл, он это вот, тоже говорит о многом. Принятие решений 17, понимаешь, приняло решение, говорит, поеду в Хуеску, и вот, теперь лучший игрок сборной, лучший игрок Хуески. По средней оценке, по средней оценке, это лучший игрок сборной России, потому что 8,7 ни у кого нету, только у Карасева. Может быть, он, конечно, сын судей знаменитого Карасева, да, вот, и он ему подсуживает, на нем свистит все фолы, понимаешь, трогать сыночку не дает, и все, и Карасев всплывает, так сказать. Ну, да, действительно, дефицитные позиции защитников, мне кажется, что надо разработчикам на это внимание обратить, потому что смотришь, когда на игроков, именно тех, которые могут сыграть с краю, ты думаешь, ёлки-палки, ужас какой. На другом фланге, например, пожилой Москвичев играет, там вообще без скорости. До сих пор еще играет, ему 33 года, уже скорости нет, действительно. Но у Москвичев, он вообще больше опорник, наверное, изначально. Вот, поэтому к нему по скорости претензий там особо быть и не должно. Но вот есть Зарипов из Парис-Сен-Жермена, да, по-моему, он играет, 95 миллионов стоит. Ну, цитальные защитники есть при этом, а вот крайков хороших почему-то нет, они почему-то все в дефиците, да. Вот, но по этому сейву, я думаю, что по персоналу тут вопросов тоже нет, потому что команда тренеров, там, Генс Лемон, Яп Стамп, представляешь, тренирует Динамовцев, вот, из таких... Там Рауш, Рауш работает, Ташаев работает, Коломейцев в тренерском штабе, я уж про Гулиева, я молчу, Панченко, легенда московского Динамо, физподготовку тренирует, хотя странно, Панченко я больше по лежанию в лазарете, помню, в московском Динамо, а вот тут он, видимо... Наверное, он на своих ошибках, там, тренирует, говорит, вот так на стопу не наступай, пойдешь потом отдыхать. Игорь Семшов, на поломайся, Игорь Семшов, вот это самый великий тренер Динамо, лучший тренировочный показатель, у него 7, понимаешь, оборона, все остальное там, физподготовка 2, он, что, гантелю поднять не может, что ли, я не понимаю, 2, это тренер называется, это, знаешь, когда в фитнес-клуб приходишь, да, там все тренеры такие накачанные ходят, да, а тебя отправляют к какому-то дрыщу, который похож там на алкоголика из твоего подъезда, вот, и Семшов так же, он не комплексует вообще там ничего, то, что он абсолютно никаких навыков нет, слышишь, Лемон там работает, все по 20, Стам работает тоже там, оборона 20, и этот, Игорь, Игореша Семшов, он вот не чувствует себя, потому что он там по блату пришел, даже Гулиев там дисциплину держит, понимаешь, а этот, я не понимаю, что творит, 22 тренера в штабе, это, конечно, если заточено на то, чтобы тренировать Динамо, но, может быть, вот тебе рекомендуют Мурата Сиська, ну, вряд ли ты его приобретешь, потому что Сисик у нас своих, как говорится, хватает, вот, хотя он крайне заинтересован, ну, и у Динамо изначально с молодежью там все хорошо, да, и поэтому они, скажем так, могут за счет собственной базы, да, за счет собственных игроков и развиваться. Вот есть молодой Иван Каюмов у тебя в молодежке сидит, я в 17 лет его показатели увидел и очумел, потому что сумасшедшие. Иван Каюмов? Да, сумасшедшие характеристики для 17-летнего, такой бы мог вполне уже выходить в основе, потому что хороший центральный полузащитник, но он, правда, не Сегунда Валанта, вот его позиции нету, вот, но его можно, конечно, там использовать, потому что есть все необходимые показатели, но надо наигрывать его туда. Вратарь Глеб Жуков, вот тоже с реакцией, и с учетом того, что ему 18 лет, и рост у него такой хороший, тоже может попасть на скамейку. Паша Степанов, скоростной игрок, правда, без дриблинга, но 18 лет, может быть, что-то получится. Юра Чичерин, ну, это каратыш, такой вратарь, конечно, вряд ли сможет развиться. А вот есть Йован Джорджевич, черногорец, но это воспитанник Динамо или Войводины, Войводины, да, оттуда был куплен. И покупал, он сам перешел через... Это же мой клуб, как его, блин, партнер. А, партнер, да, и он решил, я, говорит, поеду в Россию, да. Они, как бы, у меня появляются в Академии, а в этом, в отчете по молодежке мне пишут, что также к вашей Академии присоединились следующие игроки, типа. Ну, из-за того, что у меня в партнерах они. Понятно, то есть они предпочли не на Балканах жить, а вот в России. Я думаю, что вот наше государство выделило бы грант Динамо уже огромный, потому что переманивает иностранцев в Россию. Ну, вот, как развиваются русские игроки, это, конечно, можно увидеть, например, Владимира Коновалова. Сумасшедшие потенциальные способности. Ну, вот, что касается... Скорость 10, ну, как может быть крайний защитник со скоростью 10? Это кошмар. Совсем не бегал, что ли, в этом, в своем, в своей этой Динамовской Академии. Вот, я тоже не понимаю. Ну, 16 лет всего, может, еще вырасти. Еще разбегается, да. Вот, ну и наставничество. А ты ассистенту доверял или сам выстраивал? Я там ассистенту доверял, но я, как бы, некоторых игроков вручную закидывал. Ну, то есть изначально он сделал, а некоторых я уже сам добавлю. Да, ну я вот посмотрел, многие игроки, конечно, просто потрясающие по показателям. Там тут же Рене Верлинда, да, 18, скоро 17. Вот это бегал парень в Академию. Я не удивлюсь, если он из Франции своей добежал до Академии Динамо, чтобы только сюда попасть. Ее природные данные маленькие, мне кажется, он рано сдуется. Ну, рано, может быть, сдуется. Он ему пока 20 лет, и сезонов через 5-6, если его продать, то будет здорово. Ну, вот в четвертьфинале в этом году выбыли от Мадридского Реала, в Кубке России выбыли от Крыльев-Советов. Ну, Крылья-Советов это Мотыч и Казахи, поэтому тут не нужно драматизировать, да. Ну, в Лиге Чемпионов, наверное, сложно, да, играть? Сейчас уже, да, сложно, потому что... Старики закончились, и у всех супереки. Другие же клубы тоже, да, развиваются. Тем более, там, учитывая, там, Баварии всякие, у их школы, понятно то, что у них там регены вообще топовые. Только россиянами трудно вывозить, да? Ну, вот, Спартак, кстати, вышел из группы в Лиге Чемпионов. Российские клубы вообще часто выходят из группы? Да, часто, но я редко с ними встречаюсь, они обычно выходят, а потом сразу же вылетают на следующий матч. Кошмар. Выходят и уходят, да. Ну, вот, я сотрыв в Лиге Чемпионов, да, только Динамо там шороху наводит, остальные как-то даже и особо не пробиваются в стадию на выбывание. Вот, с Челси была заруба 2-5, и там было поражение 3-2, получается. Вот, ну, россиян, да, россиян, кроме Динамо, вот никто особо и не играет на выходе из группы. Даже Янг Бойс сюда пробивались, а российские команды плоховато. И российская лига особенно не поднялась в авторитете. Вот, вот, Мадридский Реал и Спартак играли. На шестом месте остается, да, я вот сотрыл. Поэтому, ну, вот, Спартак тоже вышел, и Арсенал ему забил любимые свои 4 гола. Вот, это тоже символично. Вот, ну, в целом, в целом, за российский футбол в этом сейве можно только порадоваться, с учетом того, что сборная выигрывала крупные трофеи, да, такие как чемпионат Европы. Я правильно понимаю, что сейчас посмотрю, сейчас Россия, да. Так, восьмое место в мировом рейтинге турниры. Вот, в 28-м и 32-м году победитель чемпионата Европы. Ну, на чемпионате мира, вот, пока сборная России не везет, но второе место в Лиге Наций. Так что сборная России здесь может, так скажем, себя показать с наилучшей стороны. Вот, ну, вроде бы как мы, в принципе, сейв разобрали. С точки зрения турнирной интриги, наверное, здесь как-то трудно судить, потому что Динамо, в общем, становилось чемпионом там уже с 23-го года по 32-й. То есть там уверенное большое было преимущество над соперниками. Так что, в принципе, ну, логика сейва понятна. Может быть, мы когда-нибудь увидим его продолжение. Я благодарю Станислава Никитина и за сейв, и за то, что он нам сейчас разъяснил все подробно. Я надеюсь, что вам, уважаемые друзья, это понравилось. Если это так, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте, подписываться на Твич, все ссылки под видео. Так что туда посмотрите обязательно. Ну, я с вами прощаюсь на этом. Всего вам самого доброго, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok